приветствую всех на моем канале сегодня я буду готовить топенат это такая французская закуска как бы паштет из оливок вот каперсов чеснока анчоусов оливкового масла и специй здесь орегано у меня вот я очищаю оливки от косточек это довольно нудная работа но все-таки с косточкой оливки вкуснее кстати если они у вас будут соленые или слишком острые какие-нибудь кислые например то я рекомендую их вымочить в холодной воде несколько часов и они будут очень вкусные у нас эти оливки маслянистые такие вкусные-вкусные поэтому они не нуждаются ни в каком вымачивании этот соус топенат может быть также ингредиентом для различных других закусок для различных других блюд его очень вкусно подавать на гренках на подсушенном хлебе можно добавлять потом сюда еще сыр молотые орехи в общем все что угодно но это вот основа очень вкусная это основа он кстати может храниться в холодильнике по моему неделю или две использоваться по мере надобности кстати этим топенатом можно наполнять профитроли тоже итак топенат готовится очень легко главное иметь бленды чтобы все измельчить в такую однородную массу теперь добавляю каперсы повторяю еще раз если у вас будут соленые слишком оливки или маслинки или каперсы то вымачивайте в воде чтобы не получилось слишком солено так чесночок добавила вот немножко анчоусов филе вот здесь у нас филе в масле продают это ферментированная рыбка очень вкусная если кто-то скажет что это килька то это не килька это совсем другой вкус и тем более она готовится вот так в соли несколько месяцев так сколько я положила раз два три четыре ну вот еще пять штук и добавляю оливковое масло оливковое масло тоже берите хорошее чтобы оно не было горькое в общем здесь именно зависит от качества продуктов вкус этого топената если продукты хорошие то и он у вас получится просто превосходный нужно примерно пол стакана масла и немножко орегано кстати можно добавить черный перчик молотый в общем все что вам угодно специй но слишком много специй не добавляйте чтобы не перебить чистый вкус этого блюда какая масса получилась видите ой а какой аромат просто чудо прелесть и все вот сейчас я буду перекладывать в баночку немножко оставлю на еду сейчас мы будем есть с гренками с поджаренным хлебушком а немножко я оставлю для других целей ну вот я переложила в баночку видите этот паштет этот топенат примерно две недели он стоит без проблем и здесь я немножко оставила на еду сейчас покажу какие вкусные бутерброды можно сделать это у меня как сухарики они здесь называются крустение в общем можно багет подсушить на гриле например или в тостере любой хлебушек уже здесь не имеет значения батончик можно а здесь у меня сливочный сыр вот вот такой вот видите и вот намазываешь кусочек хлебушка сливочным сыром можно сливочным маслом можно размять авокадо кстати я подумала даже с авокадо можно сделать и вот поверх сыра намазываешь немножко топената и все вкуснейший бутерброд готов ну вот так это смотрится вот видите сверху я посыпаю еще миндалем рубленым потому что это придает особенную пикантную нотку я так люблю можно любые орехи немножечко подсушить на сковородке порубить и посыпать сверху и вот такая чудесная закуска готова видите готовится легко быстро просто и это очень вкусно и очень полезно сейчас еще поближе покажу смотрите украшать можно как угодно можно добавлять все что угодно сюда по вашему усмотрению но основа этого топената именно вот это все граммы я укажу под видео до свидания всем и встретимся в новых видео пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok